Пароход Сзади Кама вливала свою темную струю в буро-желтую Волгу, а впереди открывался широкий водный простор, широкий и вольный, далеко в голубую дымку, раздвинувший чуть видные берега. В слабом ветре слышался запах цветущих лугов. Вязов поглядел по сторонам, поглядел раз, другой, сунул Майера в карман пальто и подошел к перилам. Хотелось так глубоко вздохнуть, чтобы сразу вобрать в грудь весь воздух, хотелось вытянуть руки и медленно опуститься на колени, преклониться перед великим тихим простором и благодарить его за то, что он есть. И странно было, что сзади на пароходе разговаривали и смеялись, что за песчаную отмелью под темневшую горою две лошади спокойно и лениво щипали траву, махая хвостами. К перилам, оживленно разговаривая и смеясь, подошли две дамы и господин. Все были одеты изящно, видимо, из публики первого класса. Господин держался со спутницами особенно почтительно и предупредительно. Должно быть, они только тут, на пароходе, познакомились. На нем был легкий летний костюм, вместо жилетки широкий пояс. На голове спортсменская шапочка. Вязов встретился с ним взглядом. В глазах господина мелькнуло что-то, как будто и Вязов показался ему знакомым. Барышня сказала, ну, сеньор, пойдемте на нос, тут от трубы несет дымом. И они ушли. Вязов медленно прохаживался по палубе. Он вспомнил, кто этот господин. Студентами в Москве лет 13 назад жили они в общежитии в соседних комнатах. Сосед был математик, звали его Алексей Смирницкий. Он усердно зубрил лекции, но любил также бывать в обществе и очень увлекался оперой. За горою догорала заря, спускали сумерки. Навстречу Вязову от носовой части палубы поспешно шел Смирницкий. Он шел своей характерную походку, по которой Вязов сразу узнал бы его, мелкими шажками, ступая носками в стороны и слегка размахивая назад руками. Улыбаясь, он остановился перед Вязовым и сказал. Николай Петрович, ведь это брат ты. Я, Алексей Алексеевич. Вот встреча, голубчик. Ну, здравствуй. Здравствуй. Смирницкий поспешно обнял Вязова, и они три раза поцеловались накрест. Да, вот и встретились, сказал он, потирая руки, улыбаясь. Ну, что ты, как? Рассказывай. Да что рассказывать? Работаю по статистике. А помнишь наше первое знакомство, прервал Смирницкий, в кухмейстерской надрачевке. Подали нам бульон, тепленькая водица, а по ней кружочки жира. Ты катаром в желудке, что ли, страдал? Сидишь и уныло снимаешь ложку и жир. Я тебе говорю, вы уподобляетесь тому ловеласу, который вздумал бы смывать румяна с уличной красавицы. Что от нее тогда останется? Ты рассмеялся, и мы разговорились. Помнишь? Да-да, припоминаю. Собачья была еда. Ну, расскажи, а ты что поделаешь? Куда едешь? Служу я учителем математики в Москве, в гимназии. А еду, уж прости, брат, не смейся, в Персию, подтвердил Смирницкий, как будто рассказывал смешной анекдот. И еще весь букет-то в том, что и дела-то у меня там никакого нет. А так себе еду. Рассказывай же, голубчик, как ты поживаешь? Служишь, значит, в статистике. Да, неохотно ответил Вязов. Он увидел, что Смирницкий весь полон только собою. Вязов обиделся, и у него пропала охота говорить. О, Смирницкий запнулся. Женат? Женат. И дети есть. Трое. Смирницкий крякнул. Он снял картузик и провел рукой полысеющей, коротко остриженной голове. Вязову бросился в глаза его лоб, очень большой, широкой и странно плоской. Скажи, тебе не страшно? Вдруг спросил он укратку, испытывающий, вглядываясь в Вязова. Чего это? Не страшно было жениться? Не страшно жить теперь женатым? Вязов удивленно усмехнулся. Вот ты смеешься? Про себя сказал Смирницкий. Достал папироску и стал закуривать. А я, брат, до сих пор еще не женат. Он помолчал. Черт возьми, ужасно эта тяжелая штука. Меня больше всего в жизни тянет к себе семейный уют. Вот, как представлю себе, близкая, дорогая женщина, детишки, так в горле ей защиплет. Но скажи, пожалуйста, как нашему брату жениться? И главное, для чего? Смотрю я на своих женатых товарищей и постоянно спрашиваю себя, для чего они женились? Днем пять-шесть часов в гимназии придет, пообедает, ляжет отдохнуть. Потом бегает до позднего вечера по частным урокам. Смирницкий густой струей выпустил за рта дым, притушил в пепельницу папиросу и сказал задумчиво. А между тем ужасно хочется этого счастья. Ужасно. Для меня все в жизни концентрируется в этих мечтах. Мне представляется чем-то таким значительным и таинственным это тесное единение твое с женщиной. Ты, брат, прости уж, не смейся. Мне 35 лет, а в душе у меня отношение к женщине, как у 16-летнего мальчика. Каждое молодое женское лицо, каждый женский голос вызывает во мне положительное волнение. Перед тобой что-то такое необычное, такое милое, поэтическое и в то же время чуждое. Шорох длинных юбок, округлость груди, овал щек, этот голос высокий и нежный. Как все это далеко и не похоже на нас. А вот еще потом это взять самую тайну зарождения нового существа. Этот ребенок, который есть сам по себе и в то же время ничто иное, как частица тела моего и ее. Ты пойми, сколько во всем этом поэзии прелестей, и как эта поэзия сразу должна протухнуть в тесной квартиренке, пропитанной запахом керосина и подгорелого масла. И вот когда встретишься с хорошей девушкой, и в сердце начинает что-то загораться, вдруг все это встает передо мною, и я бегу. Бегу. Бегу, брат. Бегу позорно, как цыпленок от ястреба. Ну, все равно. Вдруг решительно произнес Смирницкий, и по его губам пробежала юмористическая улыбка. Он оживился. Расскажу я тебе анекдот, который случился со мной в прошлом году. Курьезная штука. Познакомился я в Москве с семьей одного помещика, Брянцева. Славные старички. У них сын студент и дочь Вера. У Брянцевых меня полюбили. Весною езжают, пригласили проведать их в деревне. Вот в начале июня собрался я к ним в Орловскую губернию. Приехал. Гостит у них старший их сын, археолог, профессор Казанского университета. Сумел он внушить и брату, студенту, и вере, что археология есть вещь, а прочее все гниль. И вот в доме царит археология. Все читают его печатные доклады о раскопках, отчеты археологической комиссии, ездят с ним на раскопки курганов. Скучище отчаянное. Все зевают, но полны почтением к науке. Вот раз собрался профессор на раскопку кургана. Все в доме только об этом и говорят. Мы с Верой и студентом Колей гуляем по саду. Я им рассказал, как в обществе поощрения скуки Польерона подающий надежды юноша археолог полюбил девушку. Спешит к ней на свидание. Мать останавливает его. Куда ты? Ведь сегодня твой доклад о курганах. А он. Какие там курганы? И убегает. Сознались оба, что действительно эти курганы скучноваты. Решили мы вместо раскопок устроить пикник. На следующий день профессор уехал на раскопке один, а мы закатились в лес. Захватили с собой стариков, чудесно провели время. Пели, дурачили, собирали ландыши. Вроде как бы освобождение праздновали от вавилонского пленения. Вечером собрались домой. Я ехал в Шарабане с Верою. Тут мы уже не смеялись, стали говорить по душе. Солнце садилось. Из-под дубовых кустов смотрели незабудки. Под соломенной шляпой с белой лентой Вера щурилась от солнца. На щеках золотился нежный пушок. И во всей ее фигуре было что-то такое милое, детски покорное, прислушивающееся. С таким лицом она раньше слушала лекции брата-профессора. А из леса, друг ты мой, тянет ароматами, соловьи щелкают. И в воздухе за песню соловьиной разносятся тревога и любовь. И что-то тут случилось невидимое, что-то незаметное, скрытое вдруг распахнулось. Когда мы в сумерках приехали домой, я ей протянул руку, чтобы помочь слезть с Шарабана. Она взглянула на меня, и стала она мне близкой-близкой. И по душе пронеслась весна. Сели мы за вечерний чай. Профессор уже приехал с раскопок, сидит молчаливый, сердитый и ест. Съел яйца всмятку, котлету, простокваши, выпил стакан чаю. Наконец за вторым спрашивает, ну как ваш пикник удался, где были? Все ему рассказали. Я спрашиваю, а как ваши раскопки? Очень удачно. Сняли с кургана пласт в пол аршина, нашли пепел. Пепел? Да. Я помолчал. Кусаю губы, чтобы не расхохотаться. Наклонил сквери, шепчу ей на ухо. Какие там курганы? Просидели мы за чаем долго. После чая я упросил Веру петь. Перешли в гостиную. Она села за рояль, перебирает ноты. Что вам спеть? Мы были в гостиной одни. Я говорю в полголоса. Что-нибудь, мне все равно. В вашем голосе чижик для меня будет звучать годаром. Вы чувствуете, что я не комплимент, говорю. Вера Слава покраснела, улыбнулась и раскрыла ноты. Свечи ярко освещали ее. Я вошел к себе в комнату. Окна раскрыты. За тополями светит месть. Цветущие вишни кажутся окутанными серебристым туманом. В комнате сумрак и запах расистой ночи. И меня вдруг такая радость охватила, такое блаженство, бешеное, безумное. Я поднял руки к небу, этак в позе Савонарола, благословляющего народ. И захотелось мне завопить так, чтобы прокатилось по всему большому тихому саду. Ну, а дальше, понимай, брат, как хочешь, вдруг я испугался этого блаженства. Ты не поймешь, это трудно объяснить. Никаких-нибудь будущих там обязательств я испугался. Нет. Я просто струсил перед охватившей меня безумной радостью жизни. Что она несет с собою? Как возможно для человека такое блаженство? Я не могу тебе объяснить. Ну, как море, тихое и ясное, ты едешь на лодке, и вдруг издалека от горизонта ты видишь мчится на тебя огромный темный вал. И я, я поспешно начал укладываться. Уже светало, всходило солнце. Я с чемоданом ушел на деревню, нанял лошадей и уехал. Он помолчал. Исе, бысть, мое последнее бегство. Это случилось в прошлом году, а нынешнюю весной Вера вышла замуж. И вот когда я это узнал, я понял, что лучшей жены себе я не мог и желать, что я дурак, дурак. Голос его оборвался. Тусклые глаза смотрели с жалким отчаянием. Потом по губам его промелькнула обычная юмористическая улыбка. И вот я, неизвестно для чего, мчусь теперь в Персию. Нет, ты подумай, ну что мне там нужно? На кой мне черт эта Персия? Ты только пойми всю эту чепуху. Смирницкий засмеялся, и около глаз его что-то судорожно дергалось. Вязов изумленно оглядывал его. Да, брат, чепухи непочатый угол, согласился он. Смирницкий лихорадочно курил. Лицо его непрерывно окутывало с дымом. Огонек папироса вспыхивал в сумраке. Любишь ты Чехова? Вдруг спросил Смирницкий. Чехова? Да, это художник большой. Да, эх ты. Смирницкий с упреком качнул головою. Какая, брат, силища. Ведь это положительно гений в изображении жизненной чепухи. Помнишь ты его рассказ «Страх»? Вы понимаете что-нибудь в этой жизни? В таком случае поздравляю вас. Я ничего в ней не понимаю. Ну, а я тоже. Я тоже ничего не понимаю. Он втянул голову в плечи и развел руками. Вязов с усмешкой сказал. Во всяком случае боишься ты ее изрядно. Боюсь, боюсь, боюсь. Смирницкий растерянным взглядом забегал по перилам палубы и по реке. И как же, брат, не бояться. Ведь все кругом до безумия страшно. Не знаешь, что тебя ждет завтра. Кругом столько зловещих возможностей. В прошлом году у этих самых Брянцевых шел я раз по саду. Сад сухой, заросший. На самом краю запущенной дорожки у ствола березы вижу на земле гнездо. А в нем сидит птичка. Кажется, жаворнок. Она была совсем под цвет буревшим в траве прошлогодним листьям. Я бы и не заметил, если бы не ее глаза. Черные, блестящие, как бисер. Я остановился за шаг. Птичка не снималась. Она сидела на яйцах. Замерла от ужаса. Растопырила крылья. И неподвижно глядит. Той же ночью мне не спалось. Я вышел бродить по саду и забрел на эту дорожку. Месяц светил сквозь дымчатые облака. Было тихо. А по земле шел повсюду непрерывный шорох. В траве, под кустами, в упавших из деревьев сучках. Везде что-то тихо двигало, сползало, шуршало. Чувствовал что-то таящееся, предательское. Я вспомнил о моей птице. Эта пичуга сидит тут на земле. Бессильная, беззащитная. А кругом шныряет столько сильных хищных существ. И так мне стало страшно жизни. Вот она. Ведь это совершенно верно ее воплощение. Как же тут возможно не сойти с ума от ужаса? Вязов, прикусив улыбающиеся губы, смотрел на смутный силуэт Смирницкого. Он вспомнил пережитые им жизни передряги и думал о том, насколько они все-таки легче в жизни, чем в ожидании. Вязов медленно заговорил. Знаешь, что я тебе посоветую? Ты человек одинокий, жалование получаешь солидное. Отчего бы тебе не прикапливать себя на черный день? Все-таки спокойнее бы себя чувствовал. Смирницкий расхохотался. Черт знает, что такое. Ну, брат, да, впрочем, ты шутишь. А если серьезно говорить, чем же я в таком случае спасаться буду? Как наступит весна, кончатся экзамены, встряхиваюсь и мчусь вдаль. Чувствуется, что что-то в жизни пропущено, Вяло проговорила. Пустота в душе какая-то. Время с каждым годом идет все быстрее. Отношение к людям в каждом видишь подлеца. Раньше был этот идеализм, или, точнее, фантазия, что ли. А теперь осталась одна слякоть. Часто вечером зимой начнешь ходить по комнате. Час ходишь, другой, третий. Ни о чем не думаешь. Спохватишься. О чем я думал? Так проходил все время, как маятник. Ведь это признак душевной старости. Он вопросительно и с беспокойством взглянул на Вязова. Вязов молчал. И ко всему прочему идет на меня еще новая беда. Директор относится ко мне хорошо. Каким-то образом засчитал мне четыре года. Перескочил я через чин и вскоре получу. Статского советника. Понимаешь ты это? Статского советника! В юмористическом ужасе повторил Смирницкий. Ведь это, ведь это, это черт знает, что такое. Какая девушка может полюбить статского советника? Скажи, пожалуйста. Вязов с любопытством приглядывался к Смирницкому. Да, по-видимому, он все-таки еще собирался быть счастливым. И не считал всего упущенным. И ждал, что впереди у него еще может быть жизнь. Оба молчали. Между ними висела тупая мутная скука. Высказавшийся Смирницкой, чувствуя в душе пустоту и глухую неприязнь к Вязову, он встал. Ну, брат, спать пора. Прости, что тоску такую нагнал. Он крепко поджал руку Вязову и пошел к себе в первый класс. Вязов остался на палубе. В этой теплой мгле, напоенной летними запахами, по этой необъятной глади громадный пароход, вольный бесшумно мчался вперед. Вязов стоял, дышал полной грудью. И ему представлялось, там, на берегах, вниз головою, забились в темные норки серые жалкие существа и трепещут, трепещут, боясь всего, даже радости, жизнь. А пароход так смело и свободно несется среди простора в непроглядную темноту. У Вязова поднимался из глубины груди смех, и он испытывал гордое, эгоистическое удовлетворение от мыслей, как чужд сам он тем съежившимся существам. Он и окружающий простор были одно. Он был в просторе, простор был в нем. Все сливалось в одну здоровую, грубую и общую жизнь. И, главное, это делалось так легко, само собою, без всякого усилия. И в этом была особенная радость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok